Раскололись на два лагеря. 47% россиян полагают, что президентские поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти после 2024 года. 44% верят словам президента, поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах населения. Такие неоднозначные данные приводит Левада Центр. Коротко напомним о самых важных пунктах, которые коснулись высшего нормативно-правового акта Российской Федерации. Приоритет Российской Конституции над требованиями международного законодательства. Закрепление статуса Госсовета. Расширение полномочий Госдумы Совета Федерации Конституционного Суда. Обнуление президентских сроков. Закрепление основных мер социальной поддержки населения. Накануне Законодательное собрание Забайкальского края обсудило пакет изменений Конституции Российской Федерации и одобрило их. Некоторые депутаты очень резко высказались в сторону некоторых пунктов, особенно об обнулении президентских сроков. Последняя поправка, которая была внесена, называемая обнулением путинских сроков, это ожидаемый цирк и это все-таки демократическое извращение. Накануне принятия важнейшего для страны закона выносится ожидаемая поправка якобы от народа, хотя это не так, это все просто наигранный, наигранный спектакль. Депутат утверждает, что навязываемая людям информация является мнимой стабильностью, по-другому это назвать нельзя. Якобы Путин – это стабильность. Как я уже указывал, опять же, стабильность чего? Стабильность постоянного давления на бизнес, разного рода налогами и завершениями цен на услуги ЖКХ, включая последнюю мусорную реформу, от которой бизнес уже плачет. Стабильное умирание деревень и сел, стабильное уничтожение фермерства. Такие громкие заявления, но факт остается фактом. Накануне во время голосования депутат Коростелев все-таки воздержался. Он объясняет это следующим образом. По-настоящему объясняется все просто. Здесь, в этих изменениях, я как уже указывал, есть и положительные стороны. Мы придержимся той точки зрения, что Конституцию, существующую до сегодняшнего дня, менять нужно, ее нужно ремонтировать. Еще один депутат, которого буквально разобрали на заголовке – Николай Мерзликин, также представитель фракции КПРФ. Стал своеобразным героем минувшего дня. Политик проголосовал против поправок Конституции и стал единственным, кто выступил на стороне оппозиции. Мои товарищи, они тоже не поддержали эти поправки. Но если вы слушали трансляцию, или кто присутствовал, те видели, что выступали представители нашей фракции в том числе. И у каждого не одинаковая мотивация. Нужны и возможны поправки. Да, жизнь на месте не стоит. Вот я бы, допустим, лично усилил бы вопросы свободы слова, свободы митингов, шествий. Но у всех у нас есть понимание, что то, что делается, это плохо. Это не в интересах граждан наших, не в интересах. Но кто-то счел возможным воздержаться от голосования, а я проголосовал против. Мы спросили у депутата о работе с избирателями, когда фракция принимает решение, учитывается ли мнение простых горожан. Ну и все-таки какое мнение у людей? За, против? Оно сложнее, чем за, против. Это есть, безусловно, и за, есть и против, и есть все равно. И все равно, как правило, не потому, что все равно, а потому, что как бы все равно ничего не сделаешь. Ну и все эти люди, которые считают, что все равно, они недалеки, конечно, от истины. Что касается четинцев, то о поправках они слышали. И, кстати говоря, вполне ими довольны. Некоторых смущает тот же вышеуказанный пункт обнуления президентских сроков. Ну, я думаю, что не все доведено до народа. Надо было как-то поконкретнее. Это во-первых, а во-вторых, и Путина переизбирают. Это получается, что для Путина была конституция, под Путина была сделана. На это вы негативно все-таки смотрите? Ну да. Полностью поддерживаем эти поправки. То есть вас все устраивает? Да, конечно. От себя бы что-то добавили? Да нет, все уже добавлено, я думаю, очень много поправок. Ну, а вот обнуление, например, сроков президентских, к этому как относитесь? Очень сейчас негатива много в эту сторону. Я не знаю, это как всегда. Пусть тот человек, который работает, пусть работает. Придет другой человек, будет гораздо хуже. А этот дает результат, поэтому пусть работает дальше. Ну, слышали все-таки, да? Ну, конечно, слышала. А, ну, вас ничего не удивило, например? Нет. Например, мне очень нравится, что президент должен, больше, чем положено сроков, не должен быть президентом. Я считаю, это нормально. Ваше отношение к этому? Положительное. То есть вас вообще все устраивает? Ну, я еще толком все полностью не читал, конечно. Ну, обнуление сроков, я к этому отрицательно отношусь. Но, как я слышал, по-моему, это уже поправку. Не приняли и убрали. 22 апреля объявлено днем общероссийского голосования. У многих возникает только один вопрос, почему поправки нельзя поделить на блоки и проголосовать отдельно? За то, что устраивает или расстраивает гражданина Российской Федерации. Но и здесь объяснение уже нашлось. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что Конституция – это комплексный обед. Винегрет, борщ или котлеты. На выбор никто не продаст. Можно купить только все блюда целиком. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, Дмитрий Пенигин и Анастасия Шадрина. ЗАПТВ.